И сегодняшняя моя проповедь так и называется. Все в нашей жизни благословение от Господа, все подарок от Него. И начнем с самого трепетного священодействия, с посвящения детей. Я хотел бы сейчас зачитать Слово Божье. Это Псалом 126, 3-5 стих. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя свой колчан. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Как же мы любим своих детей. Они для нас есть благословение от Господа. И о чем чаще всего заботятся родители? О том времени, когда они уже будут жить сами. Как сложится их судьба. За кого больше всего болит сердце у каждого родителя? Ну, конечно же, за свое дитя. И абсолютно не важно, сколько ему той ребенку лет. Со мной недавно, буквально полгода назад, произошел один казусный случай. Я вел запись детей накануне посвящения. И вот ко мне подсаживались братья, сестры, записывали своих деток. И наряду со всеми ко мне подсела одна очень взрослая сестра, которая сказала, что хочет посвятить своего ребенка Господу. Ну, я привык, что бабушки тоже посвящают своих внуков и упорно их называют своими детьми. Я ей даже решил подыграть. Говорю, скажите, пожалуйста, а как зовут вашего ребеночка? Она говорит, Иванов Иван Иванович. Ну, по известным причинам я изменил имя. Я говорю, хорошо, а когда родился ваш Иван Иванович? Она говорит, 1 сентября 1987 года. Я понимаю, что я чего-то не понимаю. Я говорю, а сколько же лет вашему ребеночку? Она говорит, 33. Я говорю, ну, позвольте, в таком возрасте посвящать ребенка Господу невозможно. Уже не от этого ребенка, он же вырос. Для него совершенно другая система. Она говорит, вы меня режете без ножа. Вы не представляете, что вы сейчас делаете. Как я могу не посвятить своему ребенку Господу? Я только сегодня поняла, насколько ему нужен Господь. И тут меня осеняет. Она новообращенная. Или просто первый раз сегодня на служении. И услышав о Господу, хотела посвятить своего ребенка Богу. Если отбросить во внимание, что ее грудничку 33 года, то ее можно понять. Но у этой сестры был упущен самый главный резерв. Самый главный актив. Время. Это невосполнимо. Время восполнить нельзя. И теперь ей придется тратить в 5, в 10 раз больше сил для того, чтобы воспитать свое дитя и поставить своего непутевого сына на нужные рельсы. Ну а что же делать тем родителям, чьи дети малы? Чтобы потом не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Детьми нужно заниматься с дня рождения. И чем раньше, тем лучше. То, что мы будем делать сегодня, посвящение детей, это всего лишь разовый акт. А вот освящать своих детей нужно будет каждый день. Своими молитвами, своими наставлениями. Читаем Библию. А как лучше это всего сделать? Только на личном примере. Хотите, чтобы ваши дети читали Библию? Читайте Библию. Хотите, чтобы ваши дети служили Богу? Служите Богу. Хотите, чтобы ваши дети с радостью шли в церковь? Идите сами с радостью в церковь. И тогда ваши дети, видя это в родительском доме, будут делать это сами. Ведь не зря старая поговорка говорит. Не занимайтесь воспитанием детей. Они все равно будут похожи на вас. Занимайтесь своим воспитанием. И сейчас для нашего священодействия я хочу пригласить на эту сцену под наши аплодисменты родителей и их детей. Это школьный Денис Константинович, школьный Тимур Константинович, Птуха Лаура Александровна и Крючков Артур Денисович. Под наши аплодисменты, друзья. Проходите, дорогие родители. Проходите, дорогие дети. Останавливайтесь. Спасибо, 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 спасибо. Дорогая церковь, давайте встанем. Будем помазывать наших детей, благословлять и посвящать Господу Иисусу Христу. Драгоценный Господь, помазываем, благословляем, посвящаем для Господа Иисуса Христа. 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 Церковь, простирим свои руки, благословим наших деток. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Ты даешь нам детей. Мы просим, благослови этих чад, прими их под свое крыло, мой Господь. Спаси, сохрани и помилуй, дай вырасти крепкими, хорошими людьми. Дай вырасти добрыми христианами, нашедшим место себе в церкви и в служении. Мы очень просим о их дальнейшей судьбе. Пусть они выучатся, станут большими, хорошими людьми и служат Тебе на протяжении всей своей жизни. А также мы просим, благослови мудростью и терпением их родителей. Воздайте Господу громкую славу. Мы очень любим вас. И у нас сегодня действительно праздник. И ни один праздник с участием детей не оставался без подарков для них. Поэтому мы приготовили для вас подарки. Это свидетельство посвящения вашего ребенка Господу и Библию, которую, читая своим деткам, вы станете ближе к друг другу и Господу. Давайте еще раз воздадим Господу громкую славу. Я хочу вручить свидетельство по посвящению Птуха Лаура Александровна. Не оскудеваем. Крючков Артур Денисович. Будьте любезны, Артур Денисович, это вас. Читайте, назидайтесь. Школьный Денис Константинович. Денис Константинович. И школьный Тимур Александрович. Дорогие родители, мы очень вас любим. Мы очень любим деток. И я хочу сказать напоследок. Занимаясь своими детьми, помните, что это есть благословение от Господа. А благословениями пренебрегать нельзя. Проходите на свои места. Пока вы будете спускаться, мы будем вам аплодировать. Так любит Бог, так любит Бог. Не знаю, любит меня.